Все знают, что бурые медведи залегают в спячку, а белые медведи зимой тоже спят. Ответить можно и да, и нет. Но как это возможно? В зимний сон впадают только беременные и выкармливающие новорожденных детенышей самки. Остальные белые медведи, если и залегают в берлоге, то ненадолго и не каждый год. Медвежата у белого медведя, как и у других медведей, рождаются маленькими. Их масса меньше килограмма и слепыми. Они покрыты лишь коротким пушком, поэтому медведицам приходится залегать в берлоге. Самка залегает в берлогу как раз тогда, когда тает лед, и охотиться становится сложно. Медвежата обычно рождаются в ноябре-январе, а в берлоге остаются до февраля-марта. До рождения медвежат медведица действительно в основном спит, но во время родов просыпается, и после родов спать ей приходится уже меньше. Однако она все равно до выхода из берлоги находится в состоянии зимнего сна. Не ест, не пьет, не ходит в туалет. Как самке удается накопить питательные вещества для долгого сна и для выкармливания медвежат? В апреле-майе белые медведи находят себе пару. Самки беременеют и начинают так усиленно питаться, что к осени становится тяжелее на 200 килограмм. Их масса почти удваивается. При этом развитие зародышей в животе у медведицы весной останавливается на ранней стадии и продолжается только осенью. Видимо, это позволяет медведицам подогнать начало развития эмбрионов ко времени залегания в берлогу. Набирают ли вес самцы? Ведь у них не круглый год достаточно пищи. Не очень понятно. Почему бы так же не наедаться всем белым медведям? И самцам, и молодым самкам. Но они почему-то этого не делают. Видимо, в любое время года при длительном голодании белые медведи как бы спят на ходу. В их крови резко падает концентрация мочевины, что характерно для остальных видов медведей в период спячки. Медведи умеют использовать мочевину для синтеза аминокислот и белков плазмы крови. Кроме того, чем ниже содержание мочевины, тем меньше нужно выводить ее с мочой. А значит, меньше нужно пить. Хотя вода в виде снега обычно легко доступна в Арктике. Пить, а точнее есть, ее энергетически невыгодно. Много энергии теряется на ее согревании. Интересно, что за период зимнего сна белый медведь как-то ухитряется почти не потерять массы костей и мышц. Обычно у человека и других животных их масса резко снижается при длительной неподвижности. Даже когда есть пища, уменьшается масса костей и мышц и у других видов медведей в период сна. А вот у белого медведя расходуется почти один только жир. Выходит, что в каких-то отношениях белые медведи более приспособлены к зимнему сну, чем другие медведи. Сколько удивительных подробностей! Возможно, теперь вам захочется узнать про белых медведей еще больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!